Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей 16.12. В студии Михаил Тишин. Мы говорим о жизни в Казахстане без цензуры Назарбаева. Сегодня в выпуске. Назарбаев полностью утратил власть. Карим Масимов открыто управляет страной вместе с Тимуром Кулебаевым. ДВК делает ставку на позитив. Субботаж каждый день. Нас не остановить. Мы будем повсюду. На субботу и воскресенье режим назначил коронавирус. Мы объявили субботаж на пятницу. Риторика государственной пропаганды неуклонно меняется в пользу Токаева. Никогда прежде о Назарбаеве не говорили так мало и не выставляли его таким слабым. Масимов новый кукловодок Орды. Сейчас ему важно полностью вытеснить Назарбаева и его людей не только из власти, но и из информационного пространства. Имидж Токаева будут укреплять и дальше. Он теперь мебель Масимова Кулебаева. Согласно официальной пропаганде, за последние 30 лет Назарбаев ни разу серьезно не болел. Пару раз пресс-служба объясняла долгое отсутствие Назарбаева на публике регулярным обследованием или легким насморком. Исходя из этого, сообщение о том, что Назарбаев заразился коронавирусом, звучит как приговор. Эпидемия COVID-19 унесла жизни полумиллиона человек по всему миру, а в Казахстане, по официальным данным, умерло 120 человек. Данные, естественно, сильно занижены. По данным Национального института здоровья Италии, средний возраст умерших от коронавируса составляет 79 лет. Именно таков возраст Назарбаева. Пропаганда усиленно нагнетает истерию вокруг болезни Назарбаева, напоминая гражданам об опасности, в которой он оказался. Каждый день в СМИ идет вал однообразных сообщений с пожеланиями выздоровления Назарбаеву, составленные пропагандистами из Акарды. Как будто оставшиеся у власти провожают отошедшего от дел диктатора. Мы считаем, что в ближайшее время он победит этот недуг. Самое главное, чтобы, говорю, все было хорошо, чтобы он поправился. Желаю, чтобы он выздоровел и чтобы все в нашей стране было хорошо. Дай Бог ему здоровья, пусть будь здоров, быстрее выздоравливает. Одно пожелание, дай Бог ему здоровья, скорейшее выздоровление и чтобы он быстрее вернулся в строй. Попутно казахстанцам стали навязчиво рассказывать о талантах, заслугах президента Токаева. Ничего подобного не могло быть, пока Назарбаев контролировал ситуацию в стране. Он никому не позволял выходить на первый план. В изоляции Назарбаев находился еще до коронавируса. С начала года он никак не влияет на происходящее в стране. В последние месяцы он не появлялся перед широкой публикой даже в прямом эфире. Пару раз его показали в записи и было видно, что ему трудно сидеть за столом и читать с листа. Сейчас невозможно наверняка судить, жив ли Назарбаев вообще. Может, с ним поступили, как с его друзьями-диктаторами. Может, месяцами будут скрывать его тело, как бывшего лидера Азербайджана Гейдара Алиева. Или он случайно поздравит народ с праздником после официального объявления о смерти, как президент Узбекистана Ислам Каримов. Даже если Назарбаев еще жив, то все равно ничего не решает. Доказательством стала неофициальная амнистия для личных врагов Назарбаева. Также из тюрьмы досрочно освобожден бывший заместитель руководителя администрации президента Казахстана Баглан Майлыбаев. Без официальных объяснений из тюрьмы отпущен бывший глава КНБ Нартай Дудбаев, который только в позапрошлом году был осужден на 12 лет. Неожиданно вернули все конфискованное имущество бывшему Акиму от Ираусской области Бергею Рыскалиеву и его сообщникам, которые были осуждены за хищение, взятки и создание преступных группировок. Вы можете себе представить, чтобы режим вдруг вернул активы? Ну тогда почему этот режим не возвращает активы мне? Когда у меня конфисковали банк, у меня конфисковали весь бизнес внутри страны, все, что у меня было, у меня захватили мой бизнес в России, в Украине, просто нагло переписали собственность, которую я выстраивал десятки лет. И вот представьте себе, что Бергей Рыскалиев получает все это обратно. О возможности вернуться на родину заговорили враги Назарбаева, такие как бывший премьер-министр Кожигельдин и тот же уголовник Рыскалиев. Власть не будет перестанет разгонять митинги из ста человек, то возможно через месяц люди перестанут туда ходить. Дело в том, что все зависит от того, эта демонизация возникает из-за опасности, что он может собрать силу. А я могу вам сказать, что по-настоящему очень большой силой, способной собрать народ и повести за собой, и сделать огромную фронту в целом западном регионе, является Бергей Рыскалиев. Теперь они рассказывают, что в Казахстане их преследовали из-за личного конфликта с Назарбаевым. Теперь они готовы вернуться для построения демократии. Кожигельдин даже разработал для Токаева новую экономическую программу. Недавно я направил письмо Касым Жомарту Токаеву и приложил этот документ. Вы имеете в виду программу? Да, я отправил программу. Однажды, когда Нурике решит уйти сам, либо в день, когда он полностью отойдет от власти, я вернусь в страну. Во время самой примечательной встречи Нурике поприветствовал меня и первым делом сказал «То, что мы делали против тебя, ошибка, извини». Это говорит о том, что Назарбаев больше ничем не руководит. Его личные враги не интересны новым руководителям, как и его наследство. Семью и друзей Назарбаева методично выдавливают из власти. На смену им ставят новых. Вы знаете, этот режим забирает все под ноль, тотально. А тут какая-то лояльность. Это о чем говорит? Это говорит о том, что Назарбаев сейчас фактически лишен возможности принимать серьезные решения. И страной реально рулит именно Карим Масимов. Токаев изображает президента для публики, тогда как бразды правления за его спиной взяли куда более влиятельные и опытные фигуры. В первую очередь это глава КНБ Карим Масимов и его компаньон Тимур Кулебаев. Фактически смена власти в Акарде уже состоялась. Когда мы готовили акцию «Субботаж по субботам», мы осознавали, что даже невинные прогулки без политических лозунгов будут раздражать режим. Мы ждали, что в ответ на субботаж последуют абсурдные меры. Но режим пробил очередное дно. Вершиной абсурда было заявить, что в субботу и воскресенье в стране усиливается коронавирус. Мы идем дальше и предлагаем режиму окончательно сойти с ума от наших акций. «Субботаж» каждый день наш. ДВК дополняет акцию новыми идеями креативного протеста. Цель «Субботажа» – увеличить число сторонников, особенно среди молодежи, через креативные и веселые акции с троллингом режима. «Субботаж! Субботаж! 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 Субботаж!» Но главное – это сохранить субботаж на длительный период, вплоть до смены режима. Нельзя позволить режиму задушить акцию репрессиями, ограничениями и карантином. Субботаж должен стать образом жизни в протестном движении. Активисты излучают позитив и улыбки, критикуют режим через высмеивание. Выходите, танцуйте каждую пятницу в субботу. Смех – это лучшее оружие против страха и лени. Народ пойдет за теми, кто умеет веселиться, несмотря ни на что. После прошлой мирной акции некоторых активистов преследуют. Власть проявляет жестокость по отношению к невиновным людям. Активистам важна поддержка народа, ведь они рискуют здоровьем и жизнью ради нашего общего будущего в этой стране. Каждый может безопасно поддержать наших борцов за свободу. Добавляем новую акцию внутри субботажа для защиты активистов. Используем три ярких цвета – синий, зеленый и желтый. Носим их повсюду, применяем на акциях в социальных сетях без политических лозунгов. Наша задача – довести до абсурда действия режима, реакцию полиции и администрации городов на использование ярких цветов, как протест в защиту прав активистов. Мы будем повсюду использовать эти три цвета в одежде – в социальных сетях, на улицах, в общественном транспорте, на листовках и приглашениях на субботаж. Красить в наши цвета свои балконы, дома, заборы. Вовлекайте автомобилистов, используйте стикеры, наклейки, ленты и прочие способы нанести три цвета на автомобиль. Мы эти цвета должны сделать устойчивым, узнаваемым трендом. Когда эти цвета будут повсюду мелькать, ну вот, например, мы делаем маски трехцветные, одеваем, носим. Мы берем широкие, красивые, большие ленты, завязываем на сумки, рюкзаки, руки, ноги, на голову, на хвостики, на кепочки, куда угодно носим. Мы одеваем одежду из этих цветов. Мы вместо листовок на заборах наносим эти три полосы широких, больших, ярких, чтобы кто-то шел мимо и спросил, что означают эти три цвета. Мы будем устраивать субботаж повсюду. В РОВД приезжаю на поддержку задержанных возле ИВС, когда мы приносим передачки. В социальных сетях вместо обращений, используя музыку и креатив, протест станет позитивным и будет проявлять себя каждый день. Мы не должны произносить политические требования, политические лозунги. Мы не проводим на субботажах видео-челленджи с требованием освободить кого-то или в таком же духе, например, шествия. Это все мы делать не будем. Поэтому нам нужно выработать максимум креативных форм. И субботаж – это как раз-таки платформа для развития креатива, для развития творческого подхода во всех направлениях. Через субботаж мы меняем климат протеста в стране. Народ впал в тяжелое депрессивное состояние. Карантин, нужда, аресты, преследование активистов, гибель наших соратников не прибавляют оптимизма. Власть упорно нагнетает безысходность и насилие. Наша задача – показать, что только в единстве с народом возможны перемены. Там, где народ, там справедливость, радость, надежды. Мы поделимся своим настроением и желанием перемен. Покажем, что быть активистом – это не только нести испытания, но в первую очередь это радость от духа единства. Мы добьемся интереса и желания примкнуть к протесту, особенно со стороны молодых людей. Мы можем увеличить наши ряды, показывая людям на своих примерах, что борьба с режимом может быть разной. Эти полоски могут стать символами борьбы за свободу, как им стал синий шарик. Если власть боится полосок и воздушных шариков, значит параноидальный бред режима достиг критической точки. Обратите внимание, до чего доходит режим. В Шимкенте, например, нетерпеливые полицейские, не зная, что уже делать, видя, что люди поют, танцуют, взяли, просто выключили свет. Свет в тех местах, где тысячи людей вечером гуляют. В Ахтау люди вытягивали канаты, устраивали разные соревновательные игры. В конце концов туда тоже подтянулась полиция и тоже выглядело очень абсурдно, то есть вызывало смех. Это был позор режима. Таким образом мы выставляем режим глупым и пугливым. Чтобы противостоять нам, режиму придется запретить даже цвета флага Казахстана или цвета радуги. На субботаже не будем выдвигать никаких политических требований, лозунгов, только смех, только троллинг. Я уверен, что у нас очень много остроумных, симпатичных людей. У нас очень много молодежи, которые придумают массу акций. Я призываю молодежь присоединиться, потому что это ваше будущее. Будущее нашей страны в ваших руках. Несмотря на то, что субботу и воскресенье режим объявил днем усиления коронавируса, мы сумели быстро организовать субботаж в пятницу. С нами вышли 14 городов. Мы от души посмеялись над паникой режима. Бояться прогулок могут только неадекватные правители. Тем больше поводов для смеха, веселья и троллинга режима. Мы будем смеяться вам в лицо, когда вы за нами подсматриваете. И будем смеяться вам вслед, когда вы от нас побежите прочь. Власть приложила все усилия, чтобы помешать состояться мирной акции без политики и требований. Полицейские не могли просто задержать участников субботажа и увезти на автозаках. Для ограничения прав жителей Казахстана власть использовала карантин. Если все под контролем, зачем ужесточение? Власть воспользовалась ситуацией с коронавирусом и ужесточила карантин. В крупнейших городах Казахстана запретили работу транспорта всех торговых и развлекательных заведений, но только на два выходных дня. Таким избирательным коронавирус не был никогда. Лучший ответ такого рода режимов, авторитарных, преступных режимов – это смех и улыбка. И мы должны ответить смехом и улыбкой и смеяться над абсурдными действиями режима. Сейчас вы все смеялись после того, как режим объявил, что в субботу, воскресенье, оказывается, коронавирус свирепствует, а в будние дни коронавирус не опасен. Субботаж 19 июня был специально приурочен к Международному дню прогулки. Несмотря на карантин, люди по всему миру вышли прогуляться в этот праздник. Казахстанцы поддержали мировую акцию, но власть в таких мероприятиях увидела опасность. Вам же интересна политика, правильно? Вы интересуетесь? Вы как, нет, как вы относитесь к Мухтару Аблязову? Аблязову? Зачем тебе не надо? Позитивно. Позитивно, ладно. В выходные и в транспорте, и в любых других местах как раз наиболее спокойная обстановка и минимальное скопление людей. Было бы разумнее ограничить движение в будние дни, особенно по вечерам. Это бы разгрузило транспорт в часы пик. Но власти поступили ровно наоборот. Их волновала небезопасность жителей, и одно конкретное мероприятие свободомыслящих людей. Я получаю множество сообщений, что автобусы забиты до отказа. И если уж есть риск коронавируса, то власть должна думать о том, чтобы эти вопросы решать, а не отлавливать людей, не закрывать парки там, где огромные территории, где люди могут соблюдать дистанцию и ничего не бояться. Власти не стали отменять ранее запланированные массовые мероприятия. В частности, вопреки запретам, пройдет единое независимое тестирование. Власть избирательна во всем. Приближенные политической верхушки купаются в богатстве, в то время как критиков режима преследуют и судят. Меры по введению карантина и поддержке народа правительство Токаева полностью провалило. На сегодня все. Ставьте лайк под видео и жмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых выпусках. С вами были новости 16-12. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!